Если я привлекаю клиентов на риэлторские услуги? Есть ли смысл на канале о недвижимости делать обзор различных агентств недвижимости в этом городе? Или это вредно для меня же рекламировать конкурентов? Друзья мои, я десятки раз повторяю. Самое важное, давайте полезный контент. Самое важное для ваших зрителей, это чтобы у них в голове отложилось, что за ответом на вопрос надо идти к вам. Это относится ко всем подряд. К городскому порталу, бьюти-блогу, кулинарному, рукодельному, там строительному, образовательному, вообще по барабану. Давайте про недвижимость на примере маленького города. И, допустим, я там в этом городе риэлтор. Окей. Какая главная ошибка, то, что вы делаете, делая сайт, делаете канал, делаете все, да? Вы делаете свой сайт и пишете, я охеренен, я вам помогу, я имею там грамоты, медали там, у меня там лучшие объекты. Бла, вот эта вот вся штучка называется Бла. А знаете почему? Все предельно просто. Потому что, если мы сюда заменим, допустим, там Василий Иванов на Василия Петрова, то ничего ровным счетом не изменится. Как правильно? Тут все то же самое мы переносим на канал. Как мы называем этот канал? Мы называем его, условно, сто вопросов о Батуми. Но постойте, скажете вы, Некрашевич, где у нас недвижимость, а где вопросы о Батуми? Зачем мне, моим клиентам нужны, что я делаю? Я пишу, допустим, там, десять ресторанов, ну, Батуми, соответственно, правильно? Десять агентств недвижимости, Батуми, правильно? Десять там или там сто экскурсоводов и вопросы, которые интересуют гостей и жителей города. Ну, к примеру там, да? Как уехать в Тбилиси, да? Лучшие там, допустим, там, гостевые гостхаусы, да? Стоимость такси, лучшая служба такси, какая нужна, там, условно, мобильная связь, там, да? Там, пятое-десятое. Где лучше поесть? Мы получаем справочную информацию, полезный контент. А теперь все предельно просто и предельно ясно. Когда люди вводят запрос какой-то, они попадают к вам на ваш чудесный сайт и вы на этом сайте ставите агентство недвижимости номер один. Теперь сравните два сайта, два канала, два, две группы ВКонтакте, в Фейсбуке по барабану. Вот это, где, хо-хо, я вам помогу, дорогой, заходи, там, пятое-десятое и вот это. Понимаете? Здесь вы, когда я захожу, там, допустим, 10 агентств недвижимости, я попадаю, там, вы на первом месте. Здесь я захожу, читаю, где поесть с ребенком и вижу, что, возможно, вам могут пригодиться лучшие гэдсхаусы Батуми и они проходят через вас. Возможно, вы хотите арендовать через АИРБНБ. Вот вам реферальная ссылочка. Возможно, вы там, вот это, вот это, вот это. И вот почему вы до сих пор этого не делаете и делаете из шлака контент, я не знаю. Друзья мои, просто потому, что это не монетизируется за слово никогда. Это просто расходняк. Это ваше такое ЧСВ. Вот что, генератор денег для агента недвижимости. Такой вот портал, который вы создаете полезным. А дальше в любую дырку, извините, называю французский, засовываете свое. Рестораны. Пожалуйста, может вы хотите арендовать место под ресторан? У вас недвига, правильно? Офисы. То есть ищите офис там, вы вор какой-то ищите. Пожалуйста, у нас есть аренда офисов. Купить, продать офис, пожалуйста. Арендуете квартиру. О, хорошие там туда-сюда. А еще показываете ресторан. О, кстати, около этого ресторана тут прям сдается квартира там по суточной. Везде, везде, везде надо предлагать свои ненавязчивые. Вот это в моем мире работает. Вот это не работает. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...